Привет! Сегодня у нас на ремонте Meizu M5 Note. Его хозяйка активная девочка, поэтому ему хорошенько досталось. Вначале нам необходимо извлечь лоток с сим-картами, открутить два шурупа на нижнем торце и поддеть металлическую крышку, которую больше ничего не держит. На сайте Алиэкспресс мы заказали экран с металлической рамкой. На нем наклеено предупреждение, что нужно проверить перед установкой. И хотя экран с рамкой стоит чуть-чуть дороже, но это все-таки выгодно, ведь нам нужно будет просто перенести старого модуля платы на новый, нижнюю часть, аккумулятор и основную материнскую плату. Сейчас я вам это все покажу. Откручиваем шурупы, снимаем пластиковый обод материнской платы. Теперь у нас есть доступ для того, чтобы отключить шлейф и первым делом мы отключаем шлейф аккумулятора, подключаем шлейф нового экрана и проверяем его на нашем смартфоне. Как вы видите он работает. Ну а дальше делайте как я, я лишь буду комментировать самые важные моменты. Отсоединяем антенный провод и переносим его на новый модуль. А теперь для того, чтобы отклеить аккумулятор, я буду использовать спирт. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь, используя клей B7000, я приклеиваю вибромотор. Редактор субтитров А.Кулакова Не забываем про мелкие детали. Переносим специальную резиновую прокладку для датчика освещения и приближения. И устанавливаем главную материнскую плату. Ну и в принципе собираем весь смартфон. Теперь пришло время перенести боковые кнопки. Смочив спиртом инструмент, приклеиваем на новый скотч наши боковые кнопки. И подключаем все шлейфы. Последним подключаем шлейф аккумулятора. Ну вот собственно и все. Наш смартфон работает, давайте проверим наш сенсор. В видео конечно все кажется быстро, на самом деле работа заняла около двух часов. Я думаю вы оцените наши труды лайком, а особенно если вам наша работа поможет в итоге. До встречи в новых видео. Напомню, что видео регулярно выходят во вторник, четверг и субботу. Субтитры сделал DimaTorzok